Хелло, ну и раз с вами, как всегда Винтер, и сегодня я расскажу вам о пяти самых крутых и самых прикольных пародий на башню Ада в Роблоксе. Ну что ж, погнали! Итак, ребят, первая пародия, я думаю, все её знают, это коридор в Хелл, в принципе, это то же самое, что и башня Ада, но только там у нас башня, а здесь, ребятки, у нас коридор. То есть мы двигаемся не вверх, а, в принципе, вперёд, то есть мы просто вот так вот паркурим, в принципе, без всяких препятствий, но я считаю, что коридор в Хелл даже немного сложнее, чем башня Ада. Сейчас я вам объясню своё мнение. Итак, почему же я так считаю? Я так считаю потому, что когда ты падаешь в коридор в Хелле, то ты сразу же стопроцентно вздыхаешь, а когда ты падаешь в башню Ада, то ты ещё можешь попасть на какой-то другой левел и не обязательно прямо сразу начинать с самого начала. Поэтому, как по мне, коридор в Хелл хоть и немного, но сложнее всё-таки, чем башня Ада. А, ребят, а вы пишите своё мнение в комментариях. Какой же всё-таки режим сложнее, коридор в Хелл или же тавуру в Хелл? Мне будет очень интересно, правда, почитать ваше мнение. Я, ребят, все комментарии с ответом на данный вопрос буду лайкать. Итак, ребят, переходим к четвёртому месту. Ну, а следующая игра это Румсов Хелл. Также у неё есть другое название, это Меганубская Оби от Evil Studios. Игра, созданная Evil Studios, есть же группа ютубера Evil Nether, который, думаю, многие из вас знают. Это его игра, как по мне, она довольно-таки, ну, такая себе, потому что всё-таки Румсов Хелл, ну, типа, все башни Ада там и всё такое. У них хотя бы таймер есть и тут меняется. А тут просто, это считай, как обычное оби, я бы не назвал, что это какой-то там Румсов Хелл или что-то такое. Это просто довольно-таки сложное оби. Но всё-таки, ребят, это опять-таки пародия на Тавер оф Хелл, поэтому, почему бы его сюда не вместить, всё-таки, это топ-5 пародий на Тавер оф Хелл. Ну, а мы приступаем к третьему месту. Ну, а данная игра называется Трэшер Ставер. Это очередная пародия на Тавер оф Хелл. Кстати говоря, здесь недавно вышло обновление и добавили халло. Что мне сразу очень нравится в этой игре, потому что здесь миллион лет не надо топать, а просто вот так вот ходишь и тебя, в принципе, вот так вот сюда доставляет. Вау, ну, что я могу сказать про этой башне? Она довольно-таки оригинальна. Слушайте, вот таких вот левелов я ещё нигде не видел. Ни в Коридору Хелли, ни в других пародиях, нигде. Даже в оригинальном Тавер оф Хелли я такого не видел. Это реально респект. Так же, как я понимаю, здесь башни не, ну, то есть она не меняется, но зато, ребятки, здесь сами левела модифицируются. Насколько я понял, то именно так здесь происходит. То есть нет такого, что именно вся башня поменялась. Здесь меняется именно отдельная левела. И так, ну, и так же, если я не ошибаюсь, то есть так же голоса за Рестарт Тауэр. Потому что я там наверху вижу один из трёх Рестарт Тауэр. Поэтому, возможно, всё-таки можно ещё и Рестарт Тауэр делать. Вот, то есть там пишется, браун фаза будет модифицирована через какое-то там количество времени. То есть мы можем прямо сейчас идти и прямо в то время, пока мы будем на ней идти, она рестартнется. И там будет уже что-то другое. Ну, что я могу сказать? Это довольно-таки круто, довольно-таки оригинальная игра. Также здесь есть шоп прикольный, всякие койлы есть, фьюжи койлы. Также есть профиль, инвентарь, халло. Хм, а как здесь халло получать? Прикольно, прикольно. Можно будет потом посмотреть. В общем, режимчик довольно-таки приходим. Довольно-таки классный. Но мы переходим ко второму месту. Ну, а следующая пародия на башню Ада, это Climb Time, ребятки. Это та самая игра, в которую вам стоит играть перед тем, как вы поиграете в Tower of Hell. Поскольку это то же самое, что башня Ада, но только здесь есть чекпоинты. То есть, когда вы умираете, вас телепортируют на самый низ этого левела. И вы можете проходить данный уровень заново. И вам не надо проходить полностью всю башню заново. Давайте я вам это продемонстрирую. Вот так вот мы прыгаем, и нас телепортируют обратно. Представляете, как это круто? То есть, просто мы не можем умирать. Реально это круто. Для новичков, которые хотят научиться паркурить, они могут здесь учиться паркурить. Потому что здесь реально, ну, считай, то же самое, что в башне Ада. Только здесь еще и есть чекпоинты. Это очень круто, я считаю. И, в общем-то, всем новичкам советую играть в эту игру. Также здесь есть какие-то пэты или что-то такое. Поэтому давайте, ребятки, откроем какого-то вот этого вот Neon Boys 1. В принципе, мне на него хватает. И посмотрим, ребятки, что это нам вообще дает. Так, я чуть не поняла. Я его открыл. А, наверное, у меня здесь. Все, open, ребятки. И смотрим, что нам с него падает. Мне падает Rose Neon Boy. Ну, в принципе, прикольно. Это, как я понял, пэт. Ну, ребятки, прикольно. Ну что ж, ребят, переходим к заветному первому месту. На первом месте у нас Юпитерс Тауэр оф Эл. Куча всяких дефикултей, ребятки. Куча разных миров, просто куча разных башен. Нажимаем, ребят, enter. И сейчас я просто вам покажу. Куча зон, куча башни, куча всего, ребятки. Просто посмотрите. Бэггинар Тауэр здесь есть. Интермедиат, адвансит. Психологически нестабильные башни. Капец, ребятки. Ну, в принципе, мы начинающие, ребятки. Так что можно пойти на начинающие башни. Да, как бы заходим. Здесь Тауэр оф Пис, Тауэр оф Мирроред. Что-то там. Тауэр оф Ерринг Сютес. Давайте сюда зайдем. В принципе, вот такая вот башня. Ух ты ж, ё. Чё такое? Don't expect every wall to be stable. Так, в принципе, довольно-таки прикольно. В общем, ребятки. Это действительно очень крутые. Здесь пародии на Тауэр оф Хэл. Особенно та, которая была, ребят, у нас на первом месте. Мне она просто очень зашла, ребят. Если вы хотите больше таких выпусков по типу пародии на Тауэр оф Хэл. Пародии на разные игры. То пишите об этом в комментариях. Я обязательно буду это снимать. Ну, а с вами был Кастеря Винтер. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока.